Сколько бездомных смогут вместить набережные Челны? Три-четыре человека приходят ежедневно в единственный в нашем городе пункт обогрева и помощи лицам, попавшим в тяжелую ситуацию. Вот только он уже давно переполнен. Восполнить пробел призван новый пункт на две сотни нуждающихся. Но, как оказалось, и тут не все так просто. Лошадь стоя спит, вот так у нас получается. Задремал, на пол. Ну тут, конечно, встанешь. Опять вот так вот встал. Вроде закемарил. Опять на, на пол. Пробежит не падает. Виктор Николаевич на улице с начала зимы. До этого работал в деревне в Башкирии, пас коров. Когда кончился сезон, хозяева фермы с ним распрощались. И он перебрался в ближайший крупный город. Здесь, по крайней мере, время от времени удается найти какую-нибудь работу. Тут нет алкашей. Я не знаю, кто придумал. Балжи, алкаши, дворы. Да ни одного не видел. Серьезно. Вместе со своим другом, Василием Ивановичем, Виктор последние недели ночует возле одного из рынков. По его словам, здесь самые горячие теплушки. Хотя не спасают подчас и они. На прошлой неделе еще один их товарищ попал в БСМП с серьезным переохлаждением. Врачи спасти его не смогли. Мужчина скончался на следующий день. А в ночлежку не обращались? Пробовал я как-то. Ну, дают направление. Проходить бюрокрафию, анализ крови давать. Ну, это да, правильно. На трамвай денег нету. Пешком не находишься. Не пошел. Согласно неофициальной статистике, Центр социальной адаптации, таких как Виктор Николаевич, людей без определенного места жительства, в нашем городе свыше 300 человек, а вместимость центра всего 50. Исправить эту ситуацию должен был новый пункт, который якобы открыли на базе Тукаевской центральной районной больницы. Информация об этом даже появилась на сайте МЧС республики. 193 новых места, при том, что вместимость больницы 145 коек. Информация не подтвердилась. Откуда такая информация? Штаб дал все кое-какие машины. Почему машины? Трудный вопрос сейчас. Если больной, кладем в социнар. А если больной? Просто дежурный брасть смотрит. Так, чтобы подриться. Могут, конечно, там зал свидания у нас есть. Там посидят, уйдут. Погрелись, уходят. Чтобы им дойти до туда, сложновато, конечно. Это через охрану. Так что единственный в набережных Челнах временный, но все же крышной головой, так и остается центр социальной реабилитации. Сейчас в нем проживает 55 человек. И мало кто спешит с ним расстаться. Ведь условия жизни здесь, для тех, кто прожил хотя бы месяц на улице, практически санаторные. У нас здесь душ есть, кормит нас. Кухня есть, мы можем чай кипятить. Пожалуйста, каждый день можно в душе мыть. Одеяло все дает. Чисто, все хорошо, тепло. Месячное содержание одного постояльца обходится бюджету примерно в 3000 рублей. Даже если взять всех челнинских бездомных, сумма не превысит и миллион. Не самая большая цифра для Автограда. Однако расширять центр, чтобы он мог вместить всех желающих, пока что никто не планирует. Кирилл Ерофеев, Эльнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.